Я, кстати, сейчас, Никита, продолжу. Доброе утро еще раз, друзья, спортивную тему и расскажу про петербургского баскетболиста Александра Захарова, который скоро сыграет в финале чемпионата мира по стритболу. Спортсмен победил в российском финале неофициального чемпионата по уличному баскетболу. Соревнования прошли в минувшие выходные в Казани. Теперь он в сентябре представит нашу страну на международном турнире в Сербии. Ну а сейчас выходит напрямую связь с нашей студией по скайпу. Александр, я вас приветствую, доброе утро, поздравляю с победой. И у меня такой сразу женский вопрос. Получается, стритбол игра, наверное, командная, но победитель один получился, да, это вы? Да, здравствуйте. Ну, как сказать, команда. У нас был формат один на один, играли как бы каждый сам за себя. Каждый приезжал и представлял просто свой город и боролся за себя. И винить можно только самого себя. В отличие от обычного баскетбола, ну, наверное, это тяжело тоже. Тебе нужно все время и защищаться, и нападать. Поэтому вот так вот получилось. Ну да, получается, что никто даже не подстрахует. А вот какие вообще существенные отличия стритбола от обычного баскетбола? Просто зрителям нашим расскажем, чтобы они были в курсе. Ну, стритбол, он отличается от обычного баскетбола. Ну, то, что там ты играешь либо один на один, либо три на три, но самый такой веский фактор – это то, что судейство, оно дает бороться. Очень много контактной игры и какие-то фолы, если в обычном баскетболе тебе сразу свистнут, и ты пойдешь пробивать штрафные, то здесь такого нет. Тебе могут и ударить, и толкнуть, и положить просто на пол, и судьи могут не дать никакого фола. Поэтому тут просто идет бескомпромиссная борьба, так сказать. Я еще читала, что так как этот вид спорт зародился в бедных кварталах Америки, то играю такой зрелищно, это все под музыку обязательно происходит. Это так и есть? Да, да. Все лето сейчас очень много играл на разных стритболах, и всегда это ведет сопровождение какой-то музыки. Iron B, рэпа, все очень так круто, массово. Ну теперь осенью отправляетесь на международные соревнования, как будете готовиться, и там будет какой формат? Тоже один на один? Да, там тоже один на один, получается, мировое первенство в Белграде 17 сентября, приедут по одному человеку с каждой страны. Ну, в отличие от прошлых годов, в этом году девочки не будут участвовать, а сделали только мальчиков, и все. Ну, у вас впереди серьезная подготовка, наверное. Вот в Петербурге, кстати говоря, много площадок для занятий стритболом, и они как-то специально должны быть оборудованы? Да, в принципе, площадок достаточно хватает. И на Гражданском проспекте есть хорошая, на улице Ушинского, там прям очень много, там всегда проводятся самые массовые стритбольные турниры. И, ну, таких больших, в принципе, больше нет, а по одной, по две там площадочки еще так по городу разбросаны. Ну, в принципе, есть где, конечно, там местные баскетболисты знают, куда пойти и поиграть. Ну, что ж, я вам желаю успехов, будем за вас болеть, конечно же, поддерживать нашего петербургского спортсмена на международных соревнованиях по стритболу. Я напомню, на прямой связи с нашей студией был победитель российского финала неофициального чемпионата мира по уличному баскетболу Александр Захаров. Александр, спасибо и успехов вам еще раз. Субтитры создавал DimaTorzok